Здесь сейчас, вот она, чистая питьевая вода. Ее раздают по расписанию, которое есть, буквально на каждом подъезде. Подопроводной нету, пить из колодца нельзя, потому что специалисты опасаются эпидемии. И именно поэтому военные медики сейчас проводят вакцинацию от гепатита А и давно забытого брюшного тифа. Тебе сейчас поставят уколчик, после этого ты две недели только нигде по завалинкам здесь не лазишь, хорошо? В грязной воде тоже не купаешься. В течение всего светового дня ведется разбор. Многие дворы местных жителей представляют из себя просто груды строительного мусора. Естественно, сами они справиться не могут. Очень нужна тяжелая техника и, конечно же, руки. Обстановка в городе Тулуны, Тулуцком районе в целом стабилизировалась. Мы завершили создание группировки по ликвидации чрезвычайной ситуации. И сегодня в полном объеме развернули работы по устранению последствий стихии. За ситуацией наблюдают в том числе и с воздуха, с помощью военных разведывательных дронов. Так можно гораздо лучше понять, что же происходит на подтопленных территориях. Комплекс СБЛА в данный момент находится в наборе высоты. По согласованию с региональной службой МЧС, производим мониторинг паводкой обстановки, оценку предполагаемого ущерба и контроля устранения последствий паводкой ситуации. За ситуацией с воздуха сегодня наблюдает в том числе и Виталий Мутко. Вот прямо сейчас у него происходит облет на вертолете всей территории. И вот с минуты на минуту его ждут местные жители, чтобы задать свои вопросы. Власти уже предложили два способа. Либо отстроить дома заново, либо выделить новые земельные участки, где люди смогут построить себе свой дом. Что же касается компенсации, с сегодняшнего дня, помимо единовременной помощи в 10 тысяч рублей, пострадавшим от паводка будут выплачивать и компенсации по утрате имущества. Первой необходимости – это холодильник, плита, мебель. При частичной утрате сумма компенсации составляет 50 тысяч, при полной – 100. И еще поступила такая информация, что сегодня уже четырем потерявшим своих родственников и опоздавших их, выделили по одному миллиону рублей.